Добрый день! Всех приветствую! Хочу сегодня показать новинку от американской компании 3G-KON. Это новая модель третьего поколения линейки RIP. RIP третьего поколения с 60 линзой. Кронштейн штатный от него открутил. Хочу примерить другие кронштейны и посмотреть, как они будут вставать. Итак, для начала сравним его по габаритам с тем, что есть для сравнения. Вот у нас 60 линзой Hunter. Как видим, для объективности снимем клубочки, чтобы фактически видеть длину прибора. Вот так, Hunter MK3 by System 640 матрица, 12 микронная. 35-ый объектив. Сравниваем с RIP 60 линзы. Как видим, по длине примерно одинаковые. Единственное, у RIP чуть-чуть выпирает батарейный отсек в бок. Чуть больше он. И из-за 60 линзы и объектива нового образца с возможностью настройки фокуса, плавной настройки фокусировки. Он в этой части шире. Но опять же, это 60-ая линза. Смотрим. Ребор с 60-ой линзой. Дальше откладываем в сторону 35-ый Hunter. Берем Hunter MK3 60-ой линзы. Чуть-чуть он длиннее. По габаритам, по весу они примерно одинаковые. Два прибора RIP, по-моему, чуть-чуть полегче будет. Вот. Но опять же, он покомпактнее, по собраннее. Вот. И обновленный Hunter. Это Hunter второго поколения они его назвали. Вот. Он получается у нас по длине сантиметров, наверное, на 5. Может быть, на 4 сантиметра длине. За счет того, что батарейный отсек у него встроен теперь в корпус. То есть, он ни слева, ни справа. Он по центру в самом корпусе. Вот. Кронштейны одинаковые. Что на RIP 3-го поколения, что на Hunter 2-го поколения. Используются одинаковые кронштейны. Я его открутил. Сейчас покажу, как он. То есть, вот он. Можно поставить вот так, для максимального смещения. То есть, видим, да, он будет у нас покороче с этим кронштейном. То есть, объектив будет меньше выходить вперед. Вот. Можно, соответственно, сдвинуть так, так и можно развернуть. То есть, можно сделать такое смещение, такое, такое. Разные вариации. Сейчас посмотрим, как встает у нас кронштейн Бобра. Кронштейн Бобра встает шикарно в фокусировке. Мешать, я думаю, не будет. Сейчас попробуем. Попробую его. Да, фокусировке не мешает. Все четко проходит. Вот этот кронштейн изначально предназначен для когового кога. Но по отверстиям он встает идеально на наш рип. Вот. Единственное, что вот так мы его сдвинуть уже не можем, он упирается. Ну, кому надо, можно сфрезеровать или отрезать лишнее. Можно будет сдвинуть больше. Либо можно использовать другой кронштейн. Такого плана более короткий вариант. Вот. Единственное, в нем нужно будет тогда просверлить еще одно отверстие, чтобы фиксация происходила двумя болтами. Вот. Или заказать такой же кронштейн, только с большим количеством отверстий. Такой вариант тоже есть в линейке. Вот. Можно использовать такой. Вот. Также подобрал вот такой кронштейн. Здесь он не очень прям идеально встает. По призме он встает четко. Вот с таким выносом он встанет. Вот. А если мы будем выдвигать еще сюда, то уже будет пересекаться с выступами на регулировке фокуса объектива на кольце. Вот. То есть, по идее, хотелось бы с максимальным выносом поставить. То есть, примерно. Вот так отверстия все совпадают идеально. Но тогда он ложится объективом. То есть, или фрезеровать эту часть, убирать лишний алюминий, чтобы этот кронштейн тоже встал. Если фрезеровать, тогда можно хоть так его установить. То есть, вариантов много. Штатно, как обычно, они комплектуются резиночкой и кошачьи глаз. Вот. Но желание можно поставить обычный открытый. Они совместимы полностью. Либо так. Такой вариант. Либо кошачий глаз. Мне с кошачьим больше нравится. Но опять же, это все до любителя. Так. Если сравнивать РИП второго поколения и третьего, здесь у нас изменилось то, что объектив теперь с регулируем фокусом ручную. Отсек под батарейки 123 стал более обтекаемый и более компактный. Вот он, я думаю, по весу стал полегче, чем у второго РИПа. Так, принцип такой же. Вон там появились двойные пружины, которые поджимают саму батареечку. То есть, видно, да? Маленькая пружина по центру и пружина большого диаметра по краям. Вот так, наверное, видно. То есть, пружина теперь поджата сильней. Вот. И не должно, не должны быть перебои с питанием при отдаче крупными калибрами. А также они сохранили вивер. Можно установить сюда коллиматор или какое-то дополнительное оборудование, там дальномер, еще что-то. Вот. Появилась у нас разъем USB Type-C. В комплекте входит кабель. Можно использовать его для приключения к компьютеру. Можно использовать для внешнего пауэрбанка. Пауэрбанк можно закрепить на этом же вивере. Вот. И изменился джойстик. Джойстик стал более тугой, очень информативный. Вот. В навигации джойстиком стало еще более удобной. То есть, привыкаешь к ней буквально за первые, там, 15 минут обращения с прибором. Вот. А так, что можно сказать? Хороший компактный прибор с идеальной матрицей. Самой лучшей матрицей, которая на данный момент доступна вообще в тепловизионной оптике, портативной. Компактный, легкий, с максимального размера объектива. Вот. 60 миллиметров. Вот. То есть, данный объектив суммарно с 12 микронной матрицей дает большое стартовое увеличение оптическое, идеальную картинку. И можно его сравнить, если брать какой-то прибор, например, на 17-ти микронной матрице. То, чтобы достичь такого, такого увеличения стартового оптического, нужно применять там объектив порядка 100 миллиметров. Соответственно, и габариты прибора будут гораздо больше. Габариты, вес, цена. Поэтому, смотрите, кто ждал новинки, есть один прибор в наличии. Можно посмотреть, сравнить картинку, понять для себя, что лучше. Там, за эти деньги купить наш какой-нибудь детал IVT с неизвестной матрицей, с такой достаточно посредственной картинкой. Вот. Или в ту же сумму уложиться, но получить эксклюзивный американский прибор с лучшей матрицей. Сравним с тем, чем я сейчас пользуюсь, с NOX. По габаритам они практически одинаковые. Единственное, объектив чуть-чуть удлиняет прибор и делает его шире. За счет объектива при джекон получается покрупней. Вот. Но и тот, и тот прибор очень компактный. Максимально легкий. Можно использовать и как гляделку, и как прицел. Вот, кстати, кронштейн. Покажу. С тремя отверстиями. Один, два, три. Вот. Отверстие находится на одинаковом расстоянии. Этот кронштейн также идеально встанет на эту шину. Можно будет даже тремя болтами прикрутить его. У NOX чуть-чуть сверловка отличается. Потом, поэтому если присмотреться, то отверстия, болты чуть-чуть смещены друг к дружке. Вот. И вот здесь вот при закручивании немножко натерло алюминий. Болты пришлось немножко обточить по периметру. А отверстие в самом кронштейне сделать с небольшим овалом. Ну, овал буквально там на пять десяток миллиметра. То есть по полмиллиметра с каждой стороны пришлось снять и чуть-чуть уменьшить диаметр шляпок болтов, чтобы все это закрутилось. как заводское. В принципе, все эти доработки можно сделать дома, на коленке, с надфилем и напильником, шкуркой. Получилось очень удобно. Кронштейн полностью устраивает. Снять установку занимает секунды. Вот и при этом абсолютно однообразное зацепление с сохранением пристрелки. Соответственно, более широкий кронштейн. Узкий. Штатный. С выносом на две базы. То есть карабин, у кого не цельный вьюер, у кого две разнесенные базы, можно использовать такой кронштейн для установки. На NOX тоже подходит сама призма. Вот эта, куда вставят кронштейн, она идентичная. Вот сверловка чуть отличается. То есть этот кронштейн, чтобы поставить на NOX, надо будет тоже сделать немножко овальное отверстие. Вот. И желательно использовать более длинные болты. Потому что, если обратить внимание, то вот эта стеночка сама здесь потолще, чем на штатных кронштейнах. Болты тоже с Америки заказал. Болты в наличии есть. То есть если у кого-то сложности с поиском болтов с дюймовой резьбой, можете тоже написать. Могу поделиться. Бывает еще вот такой кронштейн с выносом. Со смещением планки. Его снимал тоже на другом видео. Можно посмотреть там по ключевому слову Бобра. Это кронштейн американская фирма Бобра. С запатентованным механизмом фиксации. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok